Под шум толпы появляется вратарь хоккейного клуба Рязань Сергей Денисов. Следом за ним стартовая пятерка, которой выпала честь начать хоккейный матч и показать, какие они, рязанские ребята. Положение в турнирной таблице у хоккейного клуба Рязань незавидное. ЦСКА ВВС, наши соперники, находятся на четыре строчки ниже. И игра эта важна для обеих команд. Сезон на завершающей стадии. Сейчас распределяются места команд, которые будут занимать в турнирной таблице по итогам чемпионата. Кто попадает в плей-офф и продолжает борьбу за кубок Петрова, а кто закончит сезон с окончанием чемпионата. Каждая команда должна сыграть в сезоне 52 игры. Для рязанцев это только сороковая. Осталось еще 12 игр, в каждой из которых нужно в буквальном смысле сражаться за победные очки. Но чем ближе к концу сезона, тем сильнее борьба. Проиграть не хочет никто, поэтому команде нужно собраться и играть как никогда хорошо. Тренировки у игроков соответствующие. Есть план работы. Тренеры под каждую игру этот план составляют, под каждый свой микроцикл. Поэтому понятно, что нет такого, что они в каком-то обычном. Да, они идут в рабочем ритме, но ритм варьируется. Сейчас в хоккейном клубе «Рязань» травмированы трое игроков. Игровые пятерки всегда сыграны и потеря одного человека очень значима для команды. Отсутствие троих ощущается еще сильнее, но болельщики всегда поддержат. Удаление игроков, пробросы, штрафы. Для хоккея в этом нет ничего необычного. Главное здесь не терять боевой дух. И вот 20 номер ведет шайбу. Удар. Автор гола 26 номер. Владимир Карпов. Самый титулованный игрок хоккейного клуба «Рязань». Благодаря его усилиям первый период заканчивается с перевесом на рязанской стороне. Это дополнительная мотивация на весь матч. На победу настроены как хоккеисты, так и болельщики, которые, несмотря ни на что, продолжают верить в команду. Есть надежда, конечно. Еще не все потеряно. Надо выигрывать сейчас. Этот матч, еще 3-4 матча выиграть в домашней серии. Можно рассчитывать на попадание в плей-офф. Всегда верим. Всегда верим. Все-таки надеемся на победу. Хоккейный матч закончился со счетом 3-2 в пользу клуба «Рязань». Следующая игра пройдет 25 января с командой города Казани «Барс». Прийти и поддержать рязанскую команду может любой желающий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Продолжение следует.